ребята приветствую вас сегодня погода на калифорнийских пляжах очень спокойная как раз способствующие размышлением каждый шаг часть четкого плана ну конечно же нет вообще тема очень интересная потому что мы с вами да и вообще большинство людей ищущих стремящихся старающихся созидательно относиться к своей жизни склонны к планированию естественно потому что ты видишь некую последовательность действий и ты предполагаешь как события будут развиваться но если есть какой-то абсолютно гарантированный закон этой реальности это тот что обстоятельства не будут развиваться по твоему плану всегда всегда в любую цепочку действий внедряются новые факторы и самое удивительное что мы как люди созданы таким образом просто от природы мы устроены так что мы великолепно умеем адаптироваться и подстраиваться под меняющиеся условия и психологические физические даже наше мышление и восприятие окружающей реальности построена именно так построена для того чтобы адаптироваться и менять наши пути но мы с вами конечно вижу цель не вижу препятствий по крайней мере я так устроен я думаю что у вас приблизительно также и вот ты совсем своим спортивным характером со всей своей целеустремленностью со всей своей уверенностью внутренней работой ты устремляешься непосредственной цели которую ты видишь виде эту цель ты в какой-то мере порабощен ею то есть ты захвачен ты сам ее создал ты сам придумал план и она тебя поработила в каком смысле что ты считаешь что только это и ничто по соседству и вот ты на натыкаешься на препятствие в моей жизни было очень много подобных примеров причем таких ярких и я бы сказал настолько гротескных как как и как из учебника я вам как-то рассказывал про свои попытки создания первой телевизионной программы и как я два года бился просто в закрытые двери это еще когда это было в начале где-то 2003 год до в начале нулевых 2003-2004 год я поставил цель я ее для себя продумал мне подсказывали люди вокруг об этом есть выпуск как раз где я делюсь делюсь этим этим забавным достаточно приключением жизненным как я постепенно формируя свою свой фокус на этой цели и вкладывая усилия вы же понимаете это не вопрос не недели и у вас таких целей полно которым вы сейчас стремитесь вопрос их достижения это не не вопрос недели или месяца это многие месяцы или может быть даже несколько лет так вот по мере предпринять того как ты предпринимаешь усилия ты уже захвачен этой целью в это же время как я стремился к созданию этой телевизионной программы где-то параллельно на другом плоскости на другой плоскости событий происходили вещи подготавливающий другой путь для меня но я не знал о том что вот где это формируется какие-то события чтобы именно в тот день когда я дошел до тупика полнейшего была финальная встреча долгая там история были рекламодатели была концепция были сняты уже даже серия серия первых выпусков я создавал авторскую программу с готовым рекламодателем для телеканала и вот финальная встреча и я упираюсь в стену я понимаю что что все я сделал все что мог но не получилось вот просто не совпадают знаете как не в потоке эта штука вот что-то ей мешает и в этот же момент во время встречи я получаю смс с приглашением на просто прийти заехать и поговорить и все это время параллельно созревал другой путь которому я пришел только уперевшись в стену на первом пути почему я это рассказываю потому что ребята я совершенно уверен так как это уже происходило не раз в моей жизни очень схожие в чем-то в нюансах отличающиеся но по своей сути очень схожие ситуации когда вы стремитесь какой-то цели делаете все по шагам но вы не видите не можете увидеть какие есть по соседству маленькие такие знаете замаскированные дверцы но самое удивительное что эти двери откроются и вдруг окажутся явными только в случае если вы были очень лояльны верны трудолюбивы постоянны настойчивы энергия это настоящее рвение было настоящее упорство весь этот потенциал который вложен он никуда не вот так у нас устроен этот мир не деваются эти силы никуда не и это не силы потраченные впустую потому что мы уже с вами не раз говорили про то что на пути сердца то есть на пути слышание этого внутреннего камертона ты не можешь ошибиться даже если у тебя не получится зато ты готов к разговору с собой когда тебе там 90 лет ты готов ответить перед собой перед своим камертоном что ты старался что ты приложил усилия да не все в жизни получается но постараться это важнее чем получить результат и вот здесь наверное вы сейчас может быть кто-то подпрыгнет на своем стуле и скажет что а я скажу конечно постараться важнее чем получить результат потому что есть множество людей которые старались и получили результаты результат их не устроил они поняли что на самом деле они-то стремились к другому и пришлось придумывать следующие следующие цели и конечно в этом история жизни но помните история жизни она все-таки не в результате которому мы приходим а в процессе как когда мы идем и сейчас я не хочу повторить эту банальную есть истину что дело в самом пути но в действительности дело в сегодня и дело в той энергии которую вы тратите видя перед собой эту дверь которая возможно не откроется но лишь придя к ней вот все ты подполз и в скольких фильмах такое такие образы создавались ты подполз все ты изранен ты ты на последних своих каких-то уже толиках этого огня и веры но ты знаешь что ты испробовал все свои ресурсы что ты применил всю всю настойчивость ну вот и ты здесь да и тут вдруг ты подползаешь и видишь а вот ведь оказывается рядом норка есть и есть и ты такой думаешь на это какая-то ерунда точно так же как у меня тогда было я посмотрел на эту эсэмэску после встречи уже и думаю да типа чего там предлагают у меня тут вон какие были планы два года трудов но я был достаточно спокоен тогда потому что еще удивительный момент когда ты вложил так много сил как я только что описал ты подполз туда уже из последних сил ты внутренне спокоен потому что хуже не то чтобы уступить хотя это не соревнования это же не футбольный матч правильно ты против жизни ведь ведь это не так то есть мы представляем это но это не противоборство потому что ты сражаешься с тем соперником который вовсе не против тебя когда люди играют в теннис играет баскетбол там команда на команду или бьются на ринге это у тебя есть соперник который тоже слаб он тоже человек он тоже подвержен там не выспался травмы но здесь ты сражаешься если вообще это сражение с неравным соперником причем который вовсе не соперник тебе мы-то часто подходим все с тем же с тем же отношением как будто мы на ринг какой-то выходим а тут у нас жизнь жизнь ты не против ребят чтобы мы достигали результатов вот что самое интересное против только наше несовершенное устройство мешает нам только то что мы начинаем спорить с собой мы начинаем отговаривать себя мы себя переубеждаем то это все не то это все не так мы сдаемся они жизнь не хочет прогибаться обстоятельства пластичная максимально в какой-то момент им просто по закону сохранения энергии будет проще проще выстроиться под вашего под вашу вот эту линию они чуть-чуть скорректирует вас как я вам рассказывал про телевизионную программу или там про открытие спортклубов моих я помню эту эту историю как я я нашел эту локацию на садовом кольце это тоже в такие бы тоже те же времена приблизительно начала нулевых 2002 по моему год бывшая библиотека советской на садовом кольце такие окна как я мечтал как я представлял там свой первый собственный фитнес-клуб и сколько сил было вложено но потом другими путями я пришел к тому что я управлял сетью не своих собственных но зато их они были больше в 10 раз их было больше в 10 раз то есть каждый день был по площади больше в 10 раз чем-то то локация и их было 9 клубов или там 10 строился на на финальном этапе продажи этой сети то есть вы понимаете что жизнь она все равно называйте это как угодно жизнь реальность вселенная ей проще подстроиться под вашу избыточную энергию но дайте время покажите свой вклад теперь возвращаюсь к теме каждый шаг продуман не можно невозможно продумать каждый шаг потому что но с этой мысли я и начал что мир все время вносит новые корректировки и это нормально люди которые зациклены и может быть вы себя узнаете зациклены на четкой формулировки плана так боятся от него отступить может быть плохое слово говорю не хотят от него отступить они столь зациклены вот зацикленность точное слово они порабощены планом уж совсем чрезмерно это источник просто гигантского стресса и разочарования в итоге потому что ничто никогда не идет по плану какая-то кратчайшая история ну то есть допустим вот я сейчас пришел сюда я хочу включить камеру сесть и записать это видео естественно меня же заранее есть идея о теме которую я буду но даже ребят даже в этом сколько раз внедряются не непривычные обстоятельства сильнейший ветер частенько бывает на пляже у меня уже было я пришел записал лень не было послушать потом слушай да там ветер там ничего не слышно такой думаю отлично нормально но я воспринимаю это как прикол почему потому что это подходы это те же подходы как в спортзале не требуйте награды за свои усилия просто делайте и будьте благодарны за само усилие за то что есть идея есть задумка есть цель она сама по себе уже обуславливает цель уже сама по себе обуславливает наш смысл то есть мы уже имеем смысл и нам есть зачем просыпаться если есть цель сердце хотя бы бьется не впустую а то она там всю ночь билась подгоняла подгоняла кровь да пока ты там спал храпел мечтал а потом ты проснулся и сердце ну условно представьте что сердце это живое существо и вот она говорит ну что я там каждую секунду по удару представляете сколько секунд было за ночь но что ты сейчас сделаешь со мной а ты идешь на какую-то ненавистную свою там в эту ненавистную историю и все тебе вокруг не так и мир ты построил не тот ну а что мы делаем как люди мы начинаем конечно винить винить мир что мир не таков как мы его в детстве видели но естественно мы сейчас видим по-другому тоже тогда с нас вся ответственность была снята мы с вами просто но учиться добыла ответственность а так в целом до тебя кормят тебя поят деньги вообще не фактор правильно выживать не надо и тогда мы счастливы но как только нам нужно самим начинать копошиться тут мир нам начинает все больше не нравится он все больше не такой как мы хотели бы ребят я однажды отличную вещь успел почувствовать вот бонусным бонусным моментом я подумал о а если бы мне дали создать полностью мир в точности если потом в точности бы соответствовал тому как я ходит тому как я его себе представить как я хотел бы чтобы поступали девушки вокруг ну как ты знакомишься и с тобой каждая хочет общаться встречаться и вот все что угодно тебе тебе предоставить сразу же дальше любые твои желания и все они сразу удовлетворяются но тут же вопрос а у других людей также теперь представьте что в по вашим правилам вдруг начинает я понимаю насколько это абсурдно звучит но подумайте вы точно сумели бы создать тот самый супер правильный мир потому что если по отношению к вам так то значит и другие тоже имеют на это право представьте что это будет за мир когда каждому человеку вокруг все достается мгновенно то что он хочет ох ребят не долго продержится этот мир к чему я все это давайте мы просто поблагодарим за то что мы попали в такую настолько близкую к идеальной конструкции нет во вселенском масштабе идеальную совершенную сбалансированную вы просто представьте как это чудо могло появиться локально конкретно в масштабах вашей жизни но тоже ребята столько подарков вы получили жизнь эту для начала это тело удивительное это сердцебиение который я говорил каждую секунду всю вашу жизнь трудится этот мотор вы за него вы его не покупали в автосервисе вы его никак там не обслуживаете ну дай бог есть ходите иногда к врачу чтобы хоть не очень издеваться над своим телом и хоть какие-то там получить рекомендации но в целом это все подарки подарки мы завалены этими подарками со всех сторон и ходим с кислыми минами да какой прав вообще мы имеем на это а люди которые вокруг нас у которых нет половины того что чем мы располагаем ну в общем я вам напоминаю все то о чем вы и так я уверен себе напоминаете все время внутри ведь правда в общем если вы в поиске сейчас и у вас не находится пока вот того верного внутреннего настроения я создал проект не так давно где в течение недели каждый день я делюсь с вами одной внутренней настройкой одной областью внимания и так день за днем мы проходим по основным внутренним настройкам которые я выработал за всю свою жизнь опираясь на огромное количество философской литературы которую прочитал и попрактиковал в жизни 25 лет уже я на этом фокусируясь и вот сейчас не так давно у меня возникло желание с вами это разделить идея очень энергоемкая с моей стороны потому что каждая каждый наш эфир звуковой проходит в диалоге я отвечаю на ваши вопросы я готовлю одну из основных на мой взгляд самых фундаментальных человеческих тем которые только есть на каждый день в течение недели вы за ней через неделю естественно ничего в вашей жизни не изменится мгновенно это лишь настройка вашего внутреннего инструмента то как он звучит то как вы видите этот мир и дальше эти изменения эти идеи которые вы примете я надеюсь они начинают оказывать влияние на то как вы проявляетесь в этом мире на только насколько эффективны вы но это не инструмент не гаечный ключ чтобы ходить сейчас и и заниматься достижением всего подряд это инструмент для того чтобы воспринимать все правильно а уже из внутреннего восприятия будут рождаться верные действия оптимальные действия четкие действия с правильным настроением не ради получения награды а ради получения кайфа от самого процесса в общем это большая работа которую должен делать каждый человек всю свою жизнь я считаю это наше в этом и есть наша наша суть что мы здесь делаем это мы стараемся внутренне настроить наш инструмент чтобы в конце он звучал но или как можно раньше он зазвучал максимально звонко и и точно тогда мы будем счастливыми я считаю что дело устроено именно так все спасибо вам большое за внимание делитесь своими мыслями по теме которая была озвучена и я как обычно отправляю вам лучи хорошего свободного настроения с этих бескрайних пляжей пусть вам станет чуть лучше там где вы сейчас находитесь пока